Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, вернемся к Майнкрафту. Реальная жизнь реальной жизнью, а Майнкрафт Майнкрафтом. Я себе за кадром сделал вот такой вот мечик, который у меня сделан из стали, из кактуса и из слизневого кристалла, из слайми кристалл. В итоге у меня получился... Да, кстати, вам привет от Корвина, конечно же, куда же без него. У нас получилась атака 4 сердца, так что нужно было его немножко улучшить. И, кстати, я на него повесил авторепейер. В принципе, зачем я себе сделал этот меч и почему я его сделал за кадром? Потому что, как вы помните, в прошлой серии я себе здесь набирал опыт. Опыта набралось вот такое количество, конечно, не очень много. Я здесь себе, кстати, доделал украшения. Ну, вернул, точнее, комнате антураж необходимый. Вот, потому что, собственно, мой меч успешно сломался. Ой, привет, рыжий. Котик сел на меня. Сейчас, возможно, что-то будет страшное с моей мышкой и с моей клавиатурой. Скажи привет. Он мяукнул почти в микрофон. Я думаю, что вы все это отчетливо слышали. Ну, поздоровался. Все, куда-то побежал по своим кошачьим делам. Так, что у нас есть еще? Да, спасибо. Я не знаю, точнее, серия еще не вышла. Я не знаю, скажете ли мне то, что я дебил или не скажете. О том, что нужно было могилки ставить на землю, а не на кирпичи, не на камни. Ну, в принципе, ладно. Этих двух спаунеров вполне себе хватает на то, чтобы здесь успешно, ну, голова самоубилась, набивать себе немножко опыта. Так вот, меч я сделал из-за того, что мой меч, который был, он у меня был сначала стальной, потом железный, они оба сломались, и в итоге мне пришлось сделать меч и повесить на него авторепейр. Я решил, что если уж у нас есть тинкерс констракт, упускать такую возможность, это странно. И, кстати, сталь у нас находится ровно, точнее, не находится, а имеет ровно такие же показатели, как и манилин. Так что, в принципе, ну, для меча я имею в виду. Так что, в принципе, мой выбор вполне себе неплох оказался. Единственное, что давайте все-таки наш меч немножко улучшим кварцем. Я себе, кстати, также за кадром сделал ферму кварца. Ну, как кварца, ферму Незер Семян. Тут их, правда, еще пока не очень много. Но я думаю, что мы сейчас с вами можем это дело собрать, для того, чтобы сделать себе еще немножко кварца. Потому что при помощи кварца мы сейчас будем улучшать как раз наш меч. И потом попробуем приступить к созданию энчантера и начать делать подготовку к карьеру. Не знаю, насколько у нас это получится. Так, есть у меня 11 таких штук. И еще здесь 25, в итоге 36. В принципе, не очень плохо. Делается кварц у нас вот таким вот способом. Ну, больше цитака уже есть. Это уже радует. Пойдемте попробуем это дело повесить на нашу иголку. На меч, который я назвал иголкой, как обычно. Правда, иногда у меня иголкой назывался большой такой мечище. Так, 72 кварца. Это я так могу долго кликать. Сделать из них блоки или не делать? Давайте сделаем. Единственное, что не из всех сделаем, наверное, 7 блоков. 7,428. Хотя можно было сделать и еще. Сделаем вот так. Теперь мы будем это улучшать намного быстрее. Да, у меня не хватит кварца на то, чтобы полностью его улучшить. Но сейчас у нас уже 5 сердец атака. Давайте еще, наверное, вот эти 26 кварца переведем тоже в блоки. И так же повесим. Хочу хотя бы до 6 довести. 5,5. 5,5. 5,5. Ладно, давайте еще немножко кварца. Очень хочу 6. 5,5. 5,5. 5,5. Блин. Последние 2 кварца. 6. Ура. У меня это получилось. Замечательно. У нас теперь атака 6 вместо 4. Теперь можно будет немножко проще убивать этих самых мобов. Так что я хотел. Я хотел побросать свои остатки от Magical Crops вот в этот верстак. Я на самом деле так решил, что не буду я, наверное, убирать этот верстак. Потому что здесь у меня хранятся всякие такие штучки из Magical Crops. Почему бы им здесь, собственно, не остаться. И после обновления Томкрафта у нас слетели все исследования, как я уже говорил, предметов. Поэтому я еще тут походил немножко поисследовал. Правда, боюсь, что я уже не вспомню всего того, что исследовал ранее. Вот такая вот груз печаль. Ну, ладно, давайте себе делать энчантер. Энчантер у нас делается при помощи темной стали. Темная сталь у нас делается Obsidian, Cold Powder и Iron Ingot. На энчантер мне нужно 4. 4 обсидиана, то есть мне нужно где-то найти. Видимо, придется их сделать также. Потому что у меня их что-то нигде нету. Так, ну, сделаем сразу 16. Чего уж там. Так, угольная пыль. Есть у меня 4 угольных пыли. Нету. О, зато у меня есть 10 угля, как минимум. Я, конечно, есть его больше. Но мне столько не нужно. И что там было нужно еще? А, железо. Которое у меня тоже, кстати... А, ну, немножко железа-то появилось. Уже даже, так, более-менее прилично 2,5 стака. Так, и это у нас будет Alloy. Переключаем режим Alloys. Не надо вот только сюда мне это класть. Я это сам сюда положу. Да, блин. Прекрати сюда класть пыльку. Так, раз, два, три, четыре. 4 обсидиана, 4 железа. 4 колл-паудера. Давай, делай себе темная сталь. Кроме того, нужна книжка и 2 алмаза. 2 алмаза это вообще без проблем. А книжка, наверное, где-то тоже у меня лежит. Вот у меня книжка. И я так подумал, что, наверное, я буду это дело очаровать стрелами. Потому что стрелы у меня дохренища. И я совершенно случайно, когда искал какой-то рецепт, видел то, что стрелы нам дают Project All Protection книжку. Ну, у меня совершенно без разницы, который там в итоге будет стоять. Энчант на книжке, на получившейся. Мне просто нужно получить хоть какой-нибудь. Так, где вся моя темная сталь? Что-то уж очень медленно эта штука работает. Давай, сделай еще две штуки. Кстати, насколько я помню, книжки мне понадобятся еще и для самого энчантера. Юзадж. И где-то вот здесь. Да. А, Book and Quill мне, кстати, нужна. Не просто книжка. Так, а перышки мы с вами можем делать при помощи Magical Crops, только как... Ага. Три эссенции воздуха вот таким вот образом. У меня есть 12. Неплохое начало. Как бы только вот это сюда разместить-то. Аккуратненько. Ух ты, и 24 пера. И 24 книжки. В совпадении. А мне в итоге нужно... Сколько их на Ender Quarry? Ender Quarry сам по себе. Мне нужно Ender Core. Здесь мне нужен Ender Core. Ender Core нужно 2. Что, всего 2? Да вы серьезно? Ну ладно. На каждую нужно 4. То есть мне нужно 8 книжек в итоге получить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из них я сделаю Book and Quill. Как делается Book and Quill? Book and Quill. А, еще нужен Инксек. Инксеки у меня, конечно, где-то были. Но в любом случае, если что, мы с вами опять же сможем воспользоваться Magical Crops. Это 3 Дай Сида сверху. О, кстати, я, наверное, знаю, где у меня инксеки. Странно, нет. Ну ладно. И, собственно, тем невнимательным людям, я уже не раз говорил, что рецепты здесь не запоминаются. То есть смотрите, я, допустим, беру отсюда 6 инксеков, закрепляю рецепт, выхожу из стола. Пока эта штука стоит, все в порядке. Ну, допустим, я куда-нибудь переключаю крафт, хочу себе скрафтить там какую-нибудь вот такую фигню. Пока еще стоит. Странно. В общем, суть в том, что... Во! Все, он исчез. Я крафчу этот же предмет, и отсюда слетает лог. Вот как это работает. К сожалению, небольшая бага. Ну, ладно, я думаю, я переживу. Ой-ой-ой! Как много книжек. Ладно, давайте делать энчантер. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Так, куда мы с вами поставим энчантер? Вообще, давайте, наверное, его поставим поближе куда-нибудь к месту с опытом, потому что опыт мне здесь понадобится в большом количестве. Поставлю я его временно вот сюда, а может быть и не временно. Может быть он здесь и останется. Ну, там опять кто-то умер. Какие милые скелеты. Сами умирают, сами радуются. О, еще один скелетик. Ну, давай тебя прибьем, если ты подошел. Молодец какой. Так, где мое темное стекло? Понятно, мое темное стекло всегда со мной. Висит в магните. Так, сюда кладем буканквилл. Сюда кладем необходимый предмет. И, да вы что? По шесть уровней. Давайте возьмем себе шесть уровней. Ой, пустой рукой же. Да, вот теперь вопрос. А нет, могу найти пустую руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Книжечка. Блин, надо было взять с собой какой-нибудь, чувствую, то ли сундук, то ли что-то еще. А то у меня, хотя, возможно и хватит. Три, четыре, пять, шесть. Насколько книжек мне интересно хватит моего текущего опыта? Намного или не очень? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И еще книжечка. Это будет четыре. Корвин, что ж ты там плачешь? Иди сюда. Мя! Так, в итоге книжек мне надо восемь. Есть ощущение, что у меня хватит на это дело опыта. А вот стрел не хватит. Пришел. Молодец какой. Так, это будет седьмая книжка. Мне не хватит одной стрелы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кстати, я, наверное, немножко оптимист. Потому что из четырех книжек я сделаю только одну штуку. Мне нужно намного больше. Реально намного больше. И у меня, наверное, нужно что-то выбросить. А то уже ничего не влезает. Ой, каблу сюда не надо. Может случиться неприятная вещь. Так, мне нужно еще... Сейчас у меня есть семь, восемь. Давайте сделаем восемь. И, скорее всего, это будет всего-навсего два мэджик... этих... Блока. Как они там, мэджик вуд? Я прямо-таки оптимист. Готово. Пойдемте скрафтим начало. И после этого я уйду за кадр делать все то же самое, что вы сейчас видели, но для остальных книжек. Будем надеяться, что мне все-таки хватит опыта. Так. Мэджикл... Вуд. Да, четыре книжки мне нужно. И четыре золота, между прочим. На получение одной Мэджикл Вуд. Эх. Я, кстати, когда здесь нашел данж, я, по-моему, оттуда разбирал книжные полки. А, ну хотя какая разница, что я разбирал книжные полки? У меня же нету силк тача. Они, соответственно, стали совершенно обыкновенными книжками. Так что, крафтитесь. Ну, блин, опять рецепт не тот. Что это, кстати, интересно за fossil-санк аркеологи? Ммм, специально какие-то динозавровые планки. Какая прелесть. Уйди, ачивка. Понятно, так мы работать не хотим, но думаю, что вполне себе сможем работать вот так. Раз книжка, два книжка. На самом деле, почему я делаю книжки с самого простого уровня? Потому что, по опыту Цвелса, у нас в Extra Utilities, то ли баг, то ли не баг, то ли не знаю, как это назвать, получается такая фигня, что не работает уровень энчанта, не влияет, точнее, на количество получаемого Мэджикла Вуда. По идее, в Extra Utilities, чем лучше вот эти вот зачарования, которые мы ставим в уголки, тем большее количество Мэджикла Вуда мы получаем за один крафт. Но вот здесь это почему-то не работает. Не знаю, по какой непонятной такой причине. Так, ладненько, я ушел тогда делать книжки, всякое прочее, за кадр, и вернусь, когда либо у меня закончится опыт, и мы с вами будем делать что-то еще, либо когда я, соответственно, себе наберу достаточное количество Мэджикла Вуда для того, чтобы сделать карьерчик. Ладно, увидимся. Ютуб, я был неправ. Я в таком случае просто не понимаю, каким образом в Extra Utilities оцениваются стоимости вот этих энчантов. Смотрите. Я нашел еще более дешевый способ чаровать книжки на флейм. Мне это требует всего-навсего 5 уровней. Если мы посмотрим. И требует Назарека. В принципе, и Назарек у меня есть, и 5 уровней, и это лучше, чем 6. И мы с вами получаем 7 Мэджикл Вуд. Так что сейчас у меня будет много Мэджикл Вуд. И даже не весь опыт истрачен. И даже еще осталась одна книжная полка. Которую можно положить куда-нибудь сюда. Так, у нас есть Мэджикл Вуд. Теперь вернемся к Эндер Квори. Эндер Квори. Так, Эндер Квор. Эндер Инфьюз Тобсидиан. О, у нас уже начались фейерверки. Бедный котик. Кажется, он не очень одобряет. Вообще странно, сегодня 30 число. Это вы это увидите, 31. Ух ты, много обсидиана. Ладно, пусть будет 12 обсидиана. Он все равно необходим. Так, и нужно еще 2 глаза. Глаза Края. Здесь, кстати, стоит Хардкор Эндер Экспэншн. Поэтому с порталом в Край здесь все, мягко говоря, посложнее. Ну, ладно. В итоге, я думаю, получится. Так, Эндер Коры 2 штуки сделали. В принципе, надо, наверное, сразу... Дайте-ка я сделаю еще одну. С той точки зрения, что мне также хотелось бы заменить Эндер Камень, который у нас сейчас живет под Лилией, тоже на Эндер Кор. У меня как раз есть лишний Мэджикл Вуд. Поэтому пусть здесь будет еще один Эндер Кор. Так, Даймонд Эджит Калкулейшн Матрикс. Требует Эндер Инфьюс Топсидиан. И Бернт Кварц 4 штуки. А я весь Кварц спустил на апгрейд меча. Естественно, он еще не вырос. Да, совсем-совсем. Где моя рейка? Время поливать ростки. Ладно, увидимся. И 4 Бернт Кварца. У нас есть. Так, 4 алмаза там еще совершенно точно было нужно. И еще одна Эндер Пёрлина. Давайте продолжим. Крафт. Сделаем вот эту штуку. Эндер Инфьюс Топсидиана еще раз. Теперь вот эту штуку. Даймонд Эджит, что-то там. Компьютэйшн Матрикс. Отлично. Два Эндер Сёрмик Насоса. И одна кирка алмазная. Алмазную кирку мы с вами можем сделать. Я такой ленивый, что все делаю через Shift-клик. Так, и вот теперь два насоса. Два насоса это еще 4 обсидиана на каждый. То есть нужно сделать... Нужно взять еще два Эндер Пёрлы. И сделать еще себе этого вот обсидиана. Так, и теперь вода, лавы... А, кстати, два еще Айф Эндера. Еще два алмаза. Господи, какой дорогой все-таки карьер. И две железных кирки. 6. Эндер Пёрлы аккурат вовремя закончились. Ну, почти. Так, а там мне нужен был... Какой Эндер Пёрл? Загастованный. То бишь глаз. Два. Два глаза. Так, что мне делать с лавой? Конечно же взять ее... Взять ее... Хотя, боюсь, вот здесь уже не хватит. Ать. Ать. А нет, как раз хватило даже еще одно ведро воды осталось. Так, ну что, попробуем. Здесь, естественно, не поможет Shift-клик. Придется сделать ручками. Кирка. Обсидиан. Обсидиан, кстати, сразу можно, наверное, в двойном количестве сюда посадить. Два алмаза. Ведро лавы. Ведро воды. И Айф Эндер. Первый насос. И второй насос. Ай. Ну. Не? Ну ладно, фиг с ним. Что-нибудь сделаем потом с этой штукой. Лаву можно взять вот отсюда. А воду можно взять из любого... Да ладно, пойдемте. Из какой-нибудь лужи наберем. Дольше искать у себя бесконечные источники воды. Которые я ставлю бесконечно. Во всех местах нужных. К сожалению, не ставлю в ненужных. Так было бы немножко проще. И... О боже, я забыл сделать еще одну кирку. Да, вот в этом случае... А! Ага! Здесь появился же мод транслокаторский. Я совсем про него забыл. Это, собственно, мод, который вообще-то вот эту вот не основную функцию несет. Но также добавляет по нажатию клавиши С. Вот такой вот удобный верстак. Который, собственно, может быть открыт вами в любом месте. Второй насос. Так. И сделаем теперь вот эту фигню. Не сделаем эту фигню. Раз, два. Матрица. Два эндеркора. Алмазная штуковина. Где она там внизу была? Внизу. Здесь два насоса и любой саплинг. Саплинг, я думаю, мы с вами сможем найти какой-нибудь вот здесь. Гритвуд это жирно. А вот какой-нибудь Apple саплинг из Гроускрафта. Интересно, кстати, будет ли он работать. Будет. Эндеркори. У нас появился карьерчик. Так. Теперь, что я хочу с этим карьерчиком делать. Во-первых, давайте, пока я не забыл, сходим все-таки себе поменяем эндер камень на эндер, вот это вот. На эндеркор. И тететететететететет. Заодно соберем еще один эндеркор. Расти он на этой штуке будет быстрее И шанс того, что мы с вами получим Еще одну лилию Немножко выше Не сильно, но немножко А вот расти, по идее, должна заметно быстрее На Эээ Фу ты Отлично, на эндер карьер поставим лилию, конечно Так и надо, так все делают Кто бы сомневался Расти Так, это сделали Теперь Мне нужно сделать себе два эндер сундука Надеюсь, что у меня нету 8 блейзродов Но мы с вами знаем, где взять еще Потому что я же Специально их сажал Рецепт там, кажется, вот такой Ну, блейзродов у меня теперь куча Можно их даже использовать В качестве топлива Так, нужно совершенно точно два сундука Раз-два И что там нам нужно еще на эндер чест Опять по-русски пишу Эндер чест Так, сундук Два обсидиана Две шерсти Два эндер перла Последний эндер перл Две шерсти Обсидиан у меня есть Эндер сундук Две штуки, пожалуйста Отлично Так, также нужно, естественно, два алмаза Чтобы это дело заприватить И я хочу их сделать черный-черный-черный Это мой цвет для карьеров Хотя иногда я делаю черный-черный-красный Но здесь есть Magical Crops Поэтому с инксеками проблем нету Почему бы им не воспользоваться? Раз и два Ой-ой-ой Два Отлично Давайте их срубим И будет Что Засунуть в нашу процессинговую комнату Единственное, что, конечно же Для карьера Я пока что не буду делать апгрейды Но нам нужно себе сделать маркер Маркер Вот этот вот эндер маркер Два эндер инфьюз тапсидиана Эндер перл Пришла пора Навестить таверну Эх, давненько я не был в таверне Надо собрать эндер перлы На самом деле я спасил Мрак Он совершенно не против того Что я пользуюсь Вот этой вот маленькой фермой эндер перлов Потому что у них сейчас этих эндер перлов Просто немереное количество Из-за колодца страданий Так что Там всем хорошо Взаимная, так сказать Выручка Они мне эндер перлы Я им Ну, не знаю Помогаю с оплатой на жестикс Хотя в этот раз ребята Действительно все делают сами Я только Очень-очень-очень Незначительные консультации ношу Так что Маги учатся технологии Это меня радует Так, есть у нас теперь эндер перлы На обсидиан Вернемся к Что я там делал-то? А, маркер Давайте сделаем 4 И в принципе этого хватит Я полагаю Теперь это дело Нужно запихнуть Вот сюда Ать И 2 эндер перлы Это у нас будет Сколько? А Мне кстати нужно Ведь 3 их А не 4 В смысле А не 2 Я тогда немножко Погорячился Ладно Сделаем еще Вот такого обсидиана Благо Ресурсов на это хватает Так И пока у нас эта штука Делается Нам нужно сделать себе Еще одну страшную вещь Поистине страшную И ужасную В количестве двух Каким образом мы будем Питать этот карьер Питать мы его будем При помощи Тессерактов Он называется здесь Dimensional Транссивер Да Ой Мне нужен эндер кристалл Еще какая-то вот такая Штуковина Ой Для этого нужна Голова эндермена Опаньки Опаньки С головой эндермена Большие проблемы Так Видимо мне придется Себе сделать Могучий меч Который позволит Мне отрубать головы Эндерменом Я кстати здесь поймал Эндермена у себя За кадром Я специально по-быстрому Сделал сол вайл Дело в том что Когда я зашел сегодня На сервер Здесь стоял эндермен Поэтому я очень тихо И аккуратненько себе При помощи вот этого Вот соляриума И фьюз кворца Сделал вот эту вот Бутылочку И поймал туда эндермена Так что он там У меня теперь есть Так ладно Что мне нужно еще Помимо вот этой вот Штуковины Сол байндер Понятно То есть все таки Голов эндермена Мне нужно немеренное количество Кстати Спасибо большое халку Мы с ним немножко Поторговали Он мне дал Две головы крипера Я ему дал Четыре земляных шарда Я понимаю Что это не очень Ценный обмен Но ладно Они ему были нужны А мне были нужны Головы крипера Так Пойдемте тогда себе Сделаем тесак Для того Чтобы пойти Где-нибудь По охотиться на эндерменов Очень жалко Что мы не можем Пока открыть край Так 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 Тесак Кливер Мне нужно Два Тафтулрода И восемь Вот таких вот штук Я думаю что Шестнадцать стали Мы с вами себе Еще сможем найти Где-то она же у нас Здесь переплавляется Буду делать я все Из стали В этот раз Так Два блока стали Здесь еще есть О Тут прямо куча Нашего коксового угля Два блока стали Это восемнадцать Мне нужно шестнадцать И что-нибудь Надо придумать С Как их называют Так Девять И шесть Это пятнадцать И семь Это шестнадцать Плавься Так Что-нибудь нужно придумать С ручками Их здесь две Хочу ли я Себе Каким-то образом Сильным Увеличить Ух ты Увеличить Прочность Я не хочу Где-то моя книжечка Что мы можем Себе позволить Для прочности Так Дюрэвлити Двести пятьдесят Семьсот Понятно Блю слайм Ну не можем пока найти его Как я уже говорил Кобальт Ордит Манилин Коппер Бронза Сталь Семьсот пятьдесят Бронза Пятьсот пятьдесят И Наверное Все-таки Еще вот такой вот Кристал На хэндл А здесь хэндл Это как такового А не здесь Обе хэндлы Ладненько Я насколько помню У меня Было какое-то количество Вот этой вот слизи Мне еще нужны Кактусы Потому что Мне теперь нужно Слизи Трижды четыре Двенадцать То есть Мне нужно еще Шесть кактусов И земля И все прочее У меня тоже найдется А в плане Второй ручки Даже не знаю У меня там уже И так будет Ренфорст Почему одиннадцать А потому что Действительно Пять плюс шесть Это одиннадцать А не двенадцать Еще один кактус Так-так-так-так-так-так-так Иди сюда Что же Выбрать еще одним материалом Может быть все-таки Попробовать бронзу Исключительно ради интереса То есть Не самый лучший материал Ну Почему бы нет Плавься Так А мы пока себе сделаем Раз-два-три И три земли Тоже у нас с вами есть Когда я уже поставлю верстак Блин В нижние этажи Мяу-корвин Ты чего Проснулся Раз-два-три Раз-два-три Жарься Ты должен зажаяться быстро Потому что Тебя как раз три Три кристалла И естественно Нужно сделать Ой Да, конечно же Нужно взять еще два золота У меня же нету Пока формочки Под Сам клинок Жарься тоже Так Тут у нас что-то немножко Какие-то глюки Ну ладно Тоже ничего страшного Так Формочка Под клинок Лардж-блейд паттерн Сделать из него Как обычно Каменный Иди сюда И теперь это дело Залить золотом Расплавленным Как только оно появится У меня есть даже Кусочки кактуса И слайма остались От прошлого раза А пока мы можем Себе выливать Вот такую штуку Допустим Главное удостовериться Что внизу У нас как раз сталь Молтен стил 16 Выливайся Так С этим у нас все есть С этим у нас все есть Тафрод Мне нужен Каст А мне каст А да Нужен для бронзы И нужен кстати Обычный Тафрод Для Слизи Тулрот у нас появился Как у нас наша бронза О Все расплавилось Так Тогда сначала золото Золото мы с вами Оборачиваем Вокруг вот этой вот Штукенции Выливайся И можно Теперь эту штукенцию Успешно выбросить Пока Так И сюда мы с вами Снова заливаем сталь Сталь 8 слитков Заливайся Эта штука есть Эта штука есть Давай 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 Почти Готово И вот сюда Нужно вылить Бронзу Ой Немножко глюкануло Уйди Бронза Три слитка Выливайся Будет у нас с вами Меч Отрубающий головы У него по умолчанию Уже есть Ой Трейд Ну как это называется Способность К отрубанию голов Но мы попробуем Это дело еще и усилить Сталь Сталь Бронза И слайм Назовем это дело Headcutter Можно было назвать Headknife Ну ладно Не суть важно Так Есть у нас с вами Наш Headcutter Который умеет Делать Beheading Можем ли мы Каким-то образом Повлиять На Beheading Добавив Какой-то еще Материал По-моему Могли Reinforced Stonebound Reinforced Tasty Скорость Single use Который нам Который нам Добавит Лутинг У меня есть 64 лаписа Это конечно Капля в море Хотя знаете Давайте наверное В таком случае Я добавлю 32 лаписа Потому что вдруг У меня на что-нибудь Да понадобится Лапис все-таки Вещь такая Найти его не очень Просто А Этих самых Цветочков У меня до сих пор Пока нет То есть базовый лак Мы с вами здесь получим Но он конечно Сильно нам не поможет Зато Я смогу пойти Охотиться На эндерменов Начать по крайней мере Ладненько Давайте я пойду Немножко поохочусь И мы с вами увидимся Ютуб я вовремя Посмотрел на часы И оказывается Мы с вами таки записали Уже 30 минут Поэтому пойду Охотиться я за кадром Но единственное Что я хочу еще сделать В кадре Хочу вот на этот вот меч На свой на основной Повесить файри Потому что все таки Файри Мне в некотором смысле Очень пригождается Мне очень нравится Эта способность Когда мы поджигаем С вами мобов И в принципе Учитывая то что Каждый Добавленный Блейз Паудер Увеличивает время Действия огня То есть горят Наши мобы Дольше с ним Я думаю Что почему бы Не сделать максимальный Но на один уровень Сколько у нас здесь С вами в итоге его 25 И больше здесь Не осталось модификаторов Ну и ничего страшного У нас есть способ Эти модификаторы Добавить Причем в этой версии Тинкерс Констракта Их насколько я помню Аж 5 Так что Все весьма неплохо С вами был Зигзахедж Надеюсь что вам понравилось Перед тем как с вами попрощаться Хотелось бы Сделать одну вещь Хотелось бы все это дело Куда-нибудь Скинуть в сундуки Чтобы я не потерял Свой карьер Свои вот эти вот Замечательные штуки Потому что все таки Охотиться на эндерменов Иногда бывает Весьма и весьма Опасно А мы увидимся в следующий раз До новых встреч И счастливо Субтитры сделал DimaTorzok